Добрый день, школа психиатрии для всех, занятие номер три, блок ответов номер четыре, вопрос один. В видео «Острый бред шизофрении» можно заметить, что у пациентки есть грубые нарушения мышления, его разорность, бред, но при этом говорится, что в периоды ремиссии она успешно работает по своей специальности. Неужели в периоды ремиссии ее поведение абсолютно адекватное и даже после таких бредовых расстройств человек может вернуться в работоспособное состояние? Ну, про видео я, естественно, опять же, его на пальцах изобразить не могу, это для слушателей школы. Вообще, если у человека был острый бредовый эпизод, либо в рамках шизофрении, либо даже без шизофрении, в общем-то, такое бывает острое полиморфное психотическое расстройство, это совершенно не означает, что он навсегда сошел с ума и никогда вообще не придет в норму. Если речь идет о шизофрении с рекуррентным типом течения, то между приступами, между вот этими вот состояниями с острым бредом, галлюцинациями, автоматизмами, нарушениями мышления, человек может быть вообще абсолютно полностью стопроцентно адекватен, работоспособен, вполне себе интеллектуален, без нарушений памяти, без нарушений способности выполнять свои профессиональные обязанности. Это вполне реально и возможно. Даже при шубообразном течении заболевания шизофрении, приступообразном проградиентном типе течения, все равно, хотя после каждого приступа, после каждого шуба нарастает некоторый дефект, то есть стойкая негативная симптоматика, апатико-абулический синдром, аутистические проявления, даже при этом все равно между шубами человек может быть вполне адекватен и работоспособен. Поэтому ничего такого сверхъестественного в этом нет. Наоборот, даже я бы сказал, что в психиатрии отмечается такая тенденция у психических заболеваний, что чем более острым, чем более интенсивным является период болезни, тем более полную можно получить ремиссию. Наоборот, вот вялые такие, не ярко выраженные, не сильно обозначенные патологические состояния, вот они склонны к хроническому течению без полного восстановления. А острый психоз, он как раз-таки может проходить практически без следа. Это не значит, что обязательно он должен это сделать, но в принципе это вполне возможно. Второй вопрос. Галлюцинации, возникающие во время сонного паралича, можно отнести к гипнопомпическим или же это какой-то особый их вид? Однажды пришлось пережить состояние сонного паралича, оно сопровождалось слуховыми и тактильными галлюцинациями в сопровождении сильного чувства страха, что очень отличается от гипногогических галлюцинаций, возникающих при сильной усталости, напоминающих тихий шум телевизора. Ну, тут достаточно сложно говорить, конечно. Скорее всего и правильнее всего, конечно, действительно галлюцинации, возникающие при сонном параличе, отнести именно к гипнопомпическим галлюцинациям, то есть к галлюцинациям сразу после пробуждения. Собственно, и сам сонный паралич это состояние именно после пробуждения. Так что это вот вполне логично. То, что при сонном параличе присутствует, доминирует, абсолютно доминирует аффект страха, ужаса, неспособность вот тут пошевелиться, и, соответственно, галлюцинации могут иметь именно такой яркий, активно-негативный, опасный, страшный окрас, это, в общем-то, вполне логично. То есть тут никакого противоречия и нет. Гипногогические галлюцинации, ну, они могут быть разными. То есть вот вы говорите о напоминающей тихий шум телевизора. Тихий шум телевизора – это далеко не обязательный вариант для гипногогических галлюцинаций. Они могут быть вполне четкими и конкретными. То есть человек может видеть, если это зрительная гипногогическая галлюцинация, заходящего в комнату, там, родственника умершего, допустим, или слышать его голос совершенно четко. Не какой-то там где-то что-то бубнящий телевизор, который там не разберешь слова, на совершенно четко конкретный голос, конкретные слова, конкретные видения. Поэтому я бы не сказал, что они вот так отличаются. Разница в том, что галлюцинация при сонном параличе – это галлюцинация на аффекте страха, ужаса. Гипногогическая галлюцинация – это галлюцинация, возникающая в момент отхода к осну, расслабления, торможения организма. Поэтому, по всей вероятности, можно говорить о том, что их окраска, их интенсивность и их восприятие вот так вот сильно отличаются. Вопрос номер три. Имеет ли фабула бреда какое-то диагностическое значение? Например, можно ли сказать, что бред воздействия имеет более неблагоприятный прогноз, чем бред величия? Ну, здесь скорее не фабула бреда, а характер бреда. Если мы говорим про бред, преследование воздействия отношения, то чаще всего, чаще всего, этот бред, конечно, сопровождается, возникает, сопровождает параноидный синдром. Соответственно, параноидный синдром, если это только не острое полиморфное психотическое расстройство или хроническое бредовое расстройство, что тоже само по себе это диагнозы нелёгкие, да, то это чаще всего, конечно, шизофрения, соответственно, неблагоприятный прогноз. Если мы говорим про бред величия, то здесь другой спектр заболеваний. То есть что это? Это, скорее всего, что-то так или иначе либо пересекающееся с манией, то есть либо это биполярное расстройство, психотический эпизод, либо это шизофективное расстройство, тоже маниакальный, соответственно, его фрагмент, либо это уже достаточно серьёзная хроническая патология, которая характеризуется вот именно таким вот парафренным бредом, когда там идеи величия, ничтожества могут сочетаться, комбинироваться между собой. То есть, как видите, и там, и там бред свидетельствует о достаточно серьёзной патологии. Просто в каком-то отдельном случае мы можем предварительно ориентироваться на определённый набор вероятных диагнозов. Естественно, что просто по фабуле бреда это не ставится. В другом случае мы будем искать и, ну, по крайней мере, иметь, так скажем, настороженность в отношении других диагнозов. Это имеет определённое диагностическое значение, но не является исчерпывающим. Тем более, достаточно сложно сказать, что боли являются неблагоприятным. Психотический бар, там, или острое полиморфное психотическое расстройство. Шизоаффективное расстройство. Или, там, я не знаю, шизотипическое расстройство. Ну, при шизотипическом расстройстве, по идее, бреда не должно быть. Ну, допустим, там, рекуррентный тип течения шизофрении, что лучше. И то, и другое, в общем-то, не слишком хорошо и имеет свои, имеет и создаёт свои проблемы, имеет свои особенности лечения, возможно, особенности адаптации человека с этим заболеванием к нормальной жизнедеятельности. Так что диагностическое значение имеет, но сказать, что один бред намного лучше другого, конечно, нельзя. Четвёртое. Если взрослый человек не воспринимает большинство шуток и сам редко проявляет остроумие, может ли это быть каким-то признаком нарушения восприятия информации. Вот в такой формулировке я бы не сказал. То есть, отсутствие у человека чувства юмора – это не обязательно признак какой-то психической патологии, какого-то нарушения. Это может быть и следствием воспитания, это может быть и следствием психотипа, допустим, такой медленной, несколько аутистической психики. Это может быть, да, действительно, как вот вы говорите, и признаком нарушения восприятия информации. Но просто само по себе отсутствие чувства юмора, неумения понимать шутки, неумения шутить самому, рассматривать просто как диагностический, самостоятельный диагностический признак, конечно, нельзя. Вопрос номер пять. Могут ли навязчивые сомнения быть единственным или, возможно, начальным симптомом психического заболевания, или же это особенности характера? Навязчивые сомнения, они могут быть в равной степени, как и признаком заболевания начинающегося, формирующегося. Они могут быть признаками особенности психики, акцентуации личностной, либо личностного расстройства. И точно так же они могут быть признаками вот той самой личностной акцентуации личностного расстройства, которая в последующем при неблагоприятных условиях на себя уже намотает полноценную развитую болезнь. То есть и так, и так, и так. Три варианта. То есть это и признак, может быть признаком характера, может быть начальным симптомом заболевания, может быть признаком характера в дальнейшем при неблагоприятных условиях, на фоне которого с более высоким риском, чем у здорового человека, разовется та или иная психическая патология. В любом случае наличие навязчивых вот таких вот сомнений – это основание для того, чтобы, ну, как минимум, как минимум осуществлять хотя бы элементарную психогиенную психопрофилактику. Самую-самую простую для начала – просто иметь информацию, что это такое и как это делать. Собственно говоря, что это такое и как это делать, можно найти на сайте mednauka.net в разделе «Медицина 4.0». Вот такие вот, пожалуй, могут дать ответы на ваши вопросы. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube. Всего вам хорошего. До свидания. Продолжение следует...